всем привет и добро пожаловать на канал бибитаки доз сегодня я снова приглашаю вас на чаепитие и хочу показать двух своих кукол из линеек integrity toys которые сейчас уже не выпускаются это две куклы одна из линейки fashion royalty 16 и 2 fashion team эти линейки выходили с 2012 по 2016 года после чего обе линейки были закрыты и теперь этих кукол можно найти только на вторичном рынке они встречаются и на ebay и в россии вот эту красотку зовут эль селин называлась она косметик sorrent и выходила в 2014 году а вот эту красотку вы наверное узнаете потому что это поппи паркер но в 16 дюймовом размере она выходила под названием пропикалия в 2012 году так что это уже старушки и расскажу заодно про их состояние за все эти годы обе кукол я покупала распакованном состоянии то есть они уже были у другого хозяина и поппи паркер я покупала даже без коробки эти куклы выходили очень маленьким тиражом всего 300 400 штук нами то есть сейчас это тираж конвенционных кукол конвенционные куклы этого года выходили тиражом 400 штук на мир но при этом найти все еще можно в отличие от конвенции у эльсы изначально восточный тип лица но в данном релизе она на скинтоне испании поэтому определить ее какую-то национальную принадлежность вообще практически невозможно потому что лицо азиатское скинтон темный у эльсы очень красивое лицо с нюдовым макияжем особенно мне нравится у нее точеный носик пухленькие губки с нюдовой и блестящей помадой у меня очень красивое кремовое платье все в кружевах с черными кружевами с бисером с многослойной юбкой и сверху на все это платье надевается вот такая меховая накидка и такие же цвет нюдовые пасоножки первое отличие которое вы замечаете в этих куклах это качество волос потому что у 16 дюймов волосы сделаны из другого материала возможно это был материал тех годов возможно он у них совсем другой эти волосы жестче чем у современных фэшн ройалти 12 дюймов и здесь были кудри но конечно их уже не осталось волосы этой куклы я несколько раз уже было завивала они прекрасно поддаются укладки и если вы не трогайте куклу довольно долгое время она у вас просто стоит на полке то волосы начинают выглядеть очень плохо потому что они становятся какими-то запутанными пыльными и красивыми не блестящими поэтому периодически их надо мыть причесывать завивать что еще происходит с куклой за эти годы самое большое изменение самое заметное это кисти у стареньких кукол фэшн ройалти была проблема в изменении тона кистей они зеленели и то же самое произошло у этой куклы и поменять их конечно же невозможно уже просто потому что не на что и также за эти годы немножко потемнели ее золотые украшения серьги кольцо и еще у нее есть браслет почему-то я его не надела и тело мы посмотрим очень подробно чуть позже из-за того что моя кукла стояла долгое время на полке именно на подставке учились проблемы также с туфлями потому что начал подгибаться каблучок теперь когда я ставлю ее на подставку эти каблуки у меня уезжают но на ebay можно найти туфли для 16-дюймовых кукол и какие-то балетки можно сделать самостоятельно как и сшить одежду и на 16-дюймовых это делать значительно проще чем на 12 и вторая кукла из линейки fashion team это поппи паркер но в размере 16 дюймов мы сравним еще лица коппи паркер 16 дюймов и 12 вы видите что есть различие но принципе понятно что это поппи паркер у нее каштановые волосы прямые и она в розовом белье не еще в комплекте вот такое пара и почему-то пластиковые туфли мне напоминает туфли барби 90-х лодочки очень похоже сделано и чтобы надеть их на эту куклу пластик естественно сжимается со временем то их нужно разогреть в горячей воде и только тогда вы сможете их надеть на полке у меня эта кукла стоит в других туфлях которые я покупала отдельно на ebay мне тоже очень нежный нюдовый макияж светлый skin tone и в комплекте нет никаких украшений и даже уши у нее не проколоты тела у этих кукол практически одинаковые то есть меняться одежда они могут легко чуть-чуть пополнее руки у fashion royalty и есть различия в некоторых деталях например отличаются ключицы отличается форма груди отличаются рельефы на животе и у fashion royalty есть шарнир в талии а у поппи паркер нет и вот так эти тела выглядят сзади то есть немного отличаются коленные шарниры и рельефы на лопатках на спине самое необычное в этих куклах это их стопы у них есть еще один шарнир в носочке то есть вы можете сделать эту стопу под каблук а можете сделать под балетки или кроссовки и в пальчиках есть промежуток между большим пальцем и остальными и поэтому эти куклы могут носить какие-то вьетнамки что-то с перемычками если посмотреть на тела в fashion royalty на теле fr2 и fr16 то видно что это действительно просто от масштабированное тело и все шарниры выглядят одинаково кроме столб и немножко по-разному сделаны шарниры в локтях но все рельефы например даже на ключица них выполнены одинаково и также одинаково это выглядит со спины и конечно если мы будем сравнивать тело фр16 фр квадрат и фр60 то у фр60 на котором сейчас выходит линейки fashion royalty не будет шарнира в талии давайте посмотрим на лица поппи паркер 12 дюймов и 16 дюймов различие у них конечно есть но в принципе сразу понятно что это поппи паркер потому что это тот же носик те же губки у всех поппи паркер отключаются глаза но отличаются они исключительно рисовкой и здесь у фр16 немножко странновато выглядит лоб и прошивка волос по лбу потому что кажется что у нее лоб коротковат и если мы посмотрим на рельеф и на тех же ключицах то увидим что они тоже одинаковые стопы у поппи паркер 12 дюймов тоже снимаются но здесь отличие именно в еще одном дополнительном шарнире то есть если у вас поппи паркер маленькая она если на прямой стопе то она на прямой стопе а здесь вы можете сделать и каблук и прямую стопу но при этом расстояние между пальчиками на ногах у поппи паркер маленьких тоже есть мне очень жаль что линейки 16 дюймов закрыли потому что это были действительно красивые качественные куклы я надеюсь что когда нибудь интегрити то есть снова возродит эти линейки особенно и фр16 и если вы решите купить для себя подобную куклу то будьте готовы к тому что конечно с какими-то недочетами вы столкнетесь это могут быть расшатанные шарниры это могут быть волосы не в лучшем состоянии это могут потемневшие украшения это может быть разнотон кистях стопах лице то есть много чего может быть но тем не менее эти куклы очень красивые и конечно из-за своего возраста они требуют особого ухода их нельзя хранить на солнышке нужно все время чистить где-то укреплять шарниры что-то чинить что-то менять но тем не менее сами куклы эти очень красивые и интересны и в комментариях мне будет очень интересно посмотреть что же вы думаете про эту линейку хотели бы вы себе 16 дюймов кукол может быть они уже у вас есть и какие именно и с какими проблемами столкнулись вы хотите ли вы чтобы эти линейки запустились заново и всем отличного дня